Я рад приветствовать одиноких воинов на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами посмотрим дополнение к игре Hollow Knight под названием Hidden Dreams. Хочу заметить, что это одно из трех бесплатных дополнений, запланированные разработчиками. Огромное вам за это, конечно же, спасибо, но бесплатных, вы представляете? И даже больше, дорогие друзья, на данный момент в стиме скидка на эту игру 30 с чем-то процентов, в итоге получается игра стоит 230 рублей, каких-то поганых 230 рублей за такую игру. Не знаю, те, кто хотели, давным-давно мечтали, может быть, об этой игре и хотели ее купить, по-моему, сейчас самое время. Так что вперед рвать, забирать, выхватывать. Пока есть такая возможность. Но мы с вами начинаем изучать обновление. Обновление очень хитренькое. Почему я решил вообще поснимать? По нескольким причинам, дорогие друзья. Опять же, хочу заметить, одна из причин это, конечно же, ваши просьбы. Вы просили, чтобы я поснимал это дополнение и я прислушался к этому, конечно же. Здесь у нас ждут два босса. И обоих из них мы уже видели. Во-первых, первый босс это навозный жук. Это один из самых интереснейших, наверное, боссов в этой игре. Он довольно-таки прикольный, необычный. И, как мне показалось, у него довольно-таки специфичные атаки и хаотичные при этом. Не знаю, может мне, конечно, показалось, но он такой сложно читаемый боец. И в его снах нам надо будет победить его. А во снах, как вы сами знаете, бойцы становятся сильнее и это будет сделать крайне непросто. Но мы попробуем. И второй босс, он привлек мое внимание больше всего. Это Зог. Ё-моё. Зог, ребята. Как помните, мы встретились с Зога в Колизее и я там чуть со смеху не помер, если честно. Что будет сейчас происходить, я понятия не имею. Но, как правильно заметил один человек, он сказал то, что если Зог будет мечтать о том, о чем он все время говорит, какой он мега могущественный, какой он сильный, он же трендобол еще тот. Так вот, то во снах он будет мега сильный. И победить его можно ли вообще? Может сам Господь Бог не сможет его победить? Не знаю, но сегодня мы все это увидим. Помимо всего, дорогие друзья, в дополнение появилось еще какое-то секретное место рогачей. Где оно находится, понятия я не имею. Вполне возможно, что когда вы проходили бы игру просто, да, вот на ход мы бы шли, мы бы легко, может быть, его нашли. Сейчас конкретно искать, где лазить по всем картам, я что-то не сильно хочу, если честно. Поэтому пока мы, наверное, это делать не будем. И еще одна фишка. Теперь при помощи Dream Nail'а можно оставлять портал. Оставлять портал и потом, опять же, при этом использовав Dream Nail, вы будете на этот портал перемещаться. Теперь мы можем полчаса в любую точку. Я, кстати, не знаю, как это будет работать с цветком. Вот это любопытно. Как это будет работать с белым цветком? Ведь тогда вызов просто не будет работать. Но, наверное, они тогда сделают оговорку, что даже телепортация будет мешать и ломать цветок. Но, наверное, как-то так будет. Потому что, ну, по-другому это нереально будет сделать, да? Но это будет слишком просто. Ну что, давайте пойдем искать боссов. Одного я знаю, где найти, второго тоже. К одному я уже ходил в гости. Я имею в виду, что... Вот видите, портал у меня, кстати, стоит. Один... К одному я ходил, когда я... Еще, ну, до этого. Короче, мне давно посоветовали сходить в одну область. Это была область, там, где мы как раз навозного жука встретили, где мы с ним сражались. То есть, если под рычагом ударить вниз, то можно вот попасть в зону, в локацию. Там не локация, там маленькая, так вот, закуточек, можно сказать, где-то джук спит. Я туда ходил, как-то помню, попробовал ударить Дримнейла, узнать его мысли, и, получается, экран стал белым. Я слышал, как мой персонаж передвигается, экран не проходит, и все. То есть, приходилось через Альтов 4 закрывать игру, заново перезапускать. Поэтому этот момент я вам просто не заснял, не показал, хотя очень хотел. Потому что он вот такой вот богованный. Но это, видимо, была как раз подготовка к этому вот моменту, да, чтобы можно было посражаться именно с ним во снах. А смотрите, кстати, зог уже над кроватью висит, короче, у нее. Все, теперь он ее кумир, ну, е-мое, как она быстро меня позабыла, мои красивые бездонные глаза. Ну, ладно. Будем сражаться, наверное, с зогом тогда, за ее сердце. Серый принц, тяжелая душа, вырвавшись из натиска битвы, из колодца появилась фигура. Он победил и принес жуткий череп своего противника в качестве доказательства. Это на прозвуках говорит. Ё-моё. Короче, ну, как она литературно красиво выражается, о нем она может писать красивые рассказы. С невероятным предупреждением пришел он в деревню, столь правдиво прозвучавшим. Он уже выработал себе вот этот эффект, знаете, типа убеждать людей, тараторить. Белый спаситель, коего жуки считали героем, был злым зверем. А скрытый серый принц на самом деле был героем, которого они заслуживали. Ха-ха-ха. Боже, паскуда тварь. Ну, ладно, ладно. Ладно, потерпим, пока потерпим. С честью и смирением он выполнил свою задачу внизу. Своё эпичное приключение. Единственная целью, которая была найти её, защитить её, его серую деву, его подругу во тьме. Да не такой он, балабол, он трэндобол. Вы будете вместе жить с ним, да? Он по-любому, знаешь, там будет трендить постоянно, есть что-нибудь. Она там, дорогой, ну ты уже восьмой месяц не работаешь, иди. Да я просто занимаюсь важным делом, я уничтожаю врагов. А сам ходит в пивнуху бухать, по-любому, за её деньги. И она тогда поймёт, кто он такой. Я думаю, грамотный человек сразу поймёт, кто он такой. О-о-о-о, тут прям офигенно. Вы посмотрите, как он ха-ха выглядит. Тут целый просто тотем в честь него, офигеть. Это здесь поклоняются люди, да, я так понимаю? Это нам сюда надо удалить, да? О-о-о, видали? Я на мой видалит какой тотем. Так, это его локация, да? Воу. Воу-воу-воу, фигуры, смотрите. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Зод. Серый принц, зод. Воу-воу, тихо-тихо. Мне сейчас надо будет... так часто сейчас поймем это круто это слишком круто чтобы это было реальным вау ладно давайте хватит наслаждаться давайте бить о я надо привыкнуть к атаке его любимая атака а нет его любимая козырная атака махание мечом перед собой блин я слишком много наслаждался его прелестью я во сне я реально во сне душа не ломается у ребятки так я знаю что мы сделаем секундочку ну что ж дорогие друзья я на месте а ходил я поедателю ног чтобы починить чаром так как денег у меня нет пришлось набивать еще 350 монеточек надо было набить 350 дел гео я и пока на понабивал пока починю пока вернулся на все это надо было потратить время но теперь мы готовы кстати я узнал то что портал когда используешь его он тратит одну единицу вот этого вот не знаю там как они эссенции сна или как они называются которые мы сами собирали у нас сейчас конечно 2000 с лишним но все же не охота было бы тратить ну давайте погнали хотя если этот враг без бесконечный и наверняка с него выпадали вот эти ну наверное с него будут падать эти dream частицы до эссенции мы тогда можем набивать их все больше и больше на это думаю попробуем попробуем еще раз его одолеть он довольно таки кстати кажется простым но возможно это простота только кажется сильнейший красивейший и что-то там еще короче зок и хохоти его о блин да ну удар вниз не моя фишка давно не играл я в эту игру и блин да блин козлина я могу только быстро бить тогда я попадаю еще вниз а так и общую не получается размеренно четко попасть опять начинаем получается а победили первый раз победили до его давай что-нибудь она упала прикольная такая блин прикольно давайте еще разок сразу сходим второй раз там порядка около семи стояло зогов а возможно это будет как-то считаться может быть да может быть нет неизвестно да смотрите нам пополняют частицы теперь и стала 2 800 было 2534 нам три сотки дали надо пополнить жизни давайте по-быстрому смотаемся наверх это было конечно шикарно такая ну мне больше нравится как она там выглядит не не как зока как именно она такая знаете здесь такая толстушечка пухлюшечка да там она такая страняша какая-то лежит такая на кушеточке все очень на то на тахте все вокруг нее носятся все зоги это классно конечно придумал обладать давайте еще разок может я все таки но я вроде по привык по привык кое с каким его тактическим маневром посмотрим что будет еще раз меняться будет посложнее и но обещается быть посложнее нет вроде все то же самое о смотрите больше прилагательных больше прилагательных богу прилагательных ой и ну хватит 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 а у парень да ё-моё блин прям на меня ты чё тварь так давайте быстренько отопьемся блин вот он собака эта хитрая он наперед прям кидается паскуда иди до влетел в него ну ё-моё такое ощутимо в принципе сильнее становится посмотрим настолько для ощутима давай ой не больше конечно раздражает то что он падла наперед прыгает да он короче хитрит да блин ну как да иди в пей да блин ну ты дает пицца то вообще не дает попить это статья один из тех боссов который вообще пить не дает и кстати немного в этой игре но они есть мы победили но блин чёрт какой ценой офигеть и практически все попасть я сливаю когда с ним дерусь интересно сколько раз надо победить чтобы ну как бы я не знаю там что-то произошло ну что ж давайте еще разочек дорогие друзья причем статьи я уже заходил сюда вниз спускался мы немножко совсем подрались и меня почему-то выкинуло не знаю почему но игра закрылась может быть это связано с dlc может то что еще что-то там сыровато я понятия не имею но что-то произошло надеюсь что такого больше происходить не будет мы с вами сможем нормально насладиться битвой и кстати я посмотрел немножко записи и там я почему-то называю зота зогом уж простите за такую наглость как не смог назвать вообще великого зота каким-то зогом это наверно из-за того что я качал недавно от зогов русификации давай учу это делать зота 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 не делай такого вот так крутой крутой зато так тихо тихо зато блин я же нажимаю но я не успеваю нифига не зато маме в зато победили зато класс просто классно не на реально забавный давайте еще разок ну просто посмотрим что там еще он умеет давайте сразу погнали мне кажется он был уже должен быть сильнее 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 но сейчас у него уже взрывы появились то есть дальше будет хуже насколько можно вообще фармить этого зота я не знаю раз два три четыре пять шесть может быть это что-то значит а может ничего не значит ну мы бы портретного исчезали я бы хотя бы понимал да так вообще ничего не исчезает ничего не происходит выговорю с диригент зато ой ой оу вау 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 зота теперь каждый удар наносит аж под видницу урона но возможен мы последний не успел тихо 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 да прыгай ты твою мать и как он быстрый тварь когда он этим мечом машет я проклинаю тебя черт сейчас еще раз попробуем хочу еще раз победить его надо пошли еще разок посмотрим чтобы последняя битва не последняя возможно последняя а может быть потом сделают еще одну битву где например один удар и сразу же отлетаешь вот эту по хихикивать мужчины дерутся блин как ты бесишь своим падением ой тварь я ненавижу когда он падает потому что ты не понимаешь что как бы ну как котенда пипец на все нахватал на последнем хупой прикиньте зота ломанули ну ты тварь когда он падает и как бы я вроде еще рассчитываю ударить его еще разок а получается что он то уже упал ниже находится постоянно не попадаю там надо знать сколько раз у на на три раза он туда сюда и добегает может быть больше мне оказалось что тут это это как бы ограничено только временем посмотрим еще разок да тихо ты уродица как вот и вот он он иногда бывает не попадает тебя так его убил опять на одном хп но он уже наносил на 3 день и по 3 единицы урона не по двум как прошлый раз по 3 теперь наносила 5 его убил я когда я вижу вот так у махающую мечу меня почему-то реакция срабатывает не прыгать от него да там наверху прыгать и сбить его в верхней атаке хотя это было бы правильно мне просто другую короче его надежде что ну типа сейчас чувствовал что я могу его добить пришлось зареговать а так то мог бы и слить реально три удара и вы умираете вот я уверен что сейчас если я пойду на него у него будет по 4 наверно будет удара наносить ну мы пойдем наверх как бы уже подустал от зота так что давайте сваливать отсюда не знаю сколько раз надо его убить чтобы там что-то прекратилось или что-то мы получили понятия не имею непонятно вообще сколько раз его надо убивать сколько-то она на 1 надо так что давайте наверно поедем съездим до второго босса я думаю это будет грамотно да до 2 съездить и попробовать его пройти уже так что в этим мотанемся ну что ж друзья мы на месте мы тихо где карта покажу вам я вот сейчас здесь я вот этот желтенький круг светится это я портал тут поставил уже вот мне порекомендовали так сделать и принципе это очень правильная рекомендация вот статьи из гагашечек памятник короля как вам такое зачем это сделано зачем порекомендовали здесь поставить портал потому что есть возможность например летать если я на лавочке остаюсь в этом в дымов да если я там остаюсь на лавочке то когда я умираю я воскресаю там обратно прилетаю сюда при помощи телепорта но фишка какая как если вдруг захочу драться с зотом я смогу сразу же идти и драться зотом это очень удобно и зот рядом и грубо говоря и этот стражник тоже рядом а зота я кстати спустился к нему еще раз посмотреть что там все таки и я заметил такую тему возле зота вообще везде есть свечки и пять по моему из них потушены на данный момент еще по моему пять или четыре штуки у него там гаит по моему пять короче говоря по моему в совокупности может быть если это свечи означающие его под ну поражение то нам надо победить его 10 раз и сейчас когда с ним дрался последний раз но я не на запись просто попробовал он бьет уже по 4 единицы урона сносит и чем больше он сносит тем сложнее с ним драться потому что вообще возможности на ошибку никакой не остается ну давайте кстати это все защитники которые были у королевства вот он защитник по-моему вот это вот мой памятник вот этот да он как раз возле белой королевы по моему остался помните только белый воин стоял по моему это он а вот этих и остальных даже вот это вполне возможно то фальшивый рыцарь наверное даже 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 точно это он вот но он когда видимо еще не было фальшивом то есть и когда был настоящий рыцарь потому что тот аспир его броню и его отходил как бы виде фальшивого рыцаря а вот эти остальные даже не знаю кто это кто то есть давайте ладно пойдем погнали попробуем посмотрим что это такое ну блин это мне кажется будет очень сложно в принципе при обычной то от атаках сверху был сложный противник а сейчас так я даже вообще не знаю как зотом с ним не получится повоевать мне кажется там дофига раз смотрите даже на заднем плане они все стоят смотрите да видите вау тихо 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 капец какого побеждать я хрен его знает не я не всегда просто и удивляли его рандомные атаки всегда поэтому я не знаю получится у нас победить его но попробуем еще раз бобил защитник батунба у тебя волосы видно на паху ты тихо ты вообще близко подходить нельзя так на ночь против него тактику выработать прошлого раза просто его практически заэрганом можно сказать на такое что конечно понимал что надо делать это но это было не сильно мое понимание было далеко до идеала тихо тихо и а теперь у него короче я понял теперь у него пошла агрессия да просто он ускоряет он ускоряется но я его убил на раз агрессия да мое друзья я буду защищать наше дорогое королевства верьте мне в конце он сказал мы встретимся я обещаю он очень сильно печалится знаете вот это мой этот момент он трогает до глубины души вот реально когда вот он стоит смотрит на них тянется к ним и понимает что они в недосягаемости походу их никого уже нет и он единственный кто остался и это одиночество гнетет его потому что видите сколько он тут налепил да и своих товарищей друзей почему-то смыть одна фигура не закончена или она сломана была то есть возможно что-то связывает непосредственно и вода с этим вот с этим вот элементом кто это непонятно может быть это враг может быть товарищ может быть любовь неизвестно очень интересная сцена намного больше раскрывает и придает такой к это душевности вот этому сражению он реально грустит и скучает по былым временам по сражениям и по друзьям да кто мы без друзей как говорится фух аж трогать реально прям протрагивает дотрагивается до самых тонких ниток души наверно прям вот прям слеза готова навернуться честное слово от этого момента вообще вот человеческая дружба дружба именно человеческая мне всегда трогала прям настоящая она достойна внимания и достойна уважения так ну давайте попробуем еще разок с ним сразиться может быть нас получится еще раз его победить это было бы круто давайте так было защитным да блин как у вот такой тоже не однозначный попадет не попадет и блин стоит смотри пей 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 тихо тихо так убили второй раз а чё такое почему с него а пошел раз то же самое было да мне показалось или раньше не было заразы в нем ну как бы он или он тоже желтым так вот бомбил что-то я не помню мой король я верю в тебя верьте в хэллоунест моя преданность никогда не будет колебаться видимо каждый раз когда мы будем убивать его до проходить его каждый раз будет рассказываться часть истории но я предполагаю что это будет приблизительно так ну что попробуем еще разок но я что-то думаю что я его дальше не осилил он какой-то но он реально сложнее чем зод это точно но конечно сейчас на нынешнем этапе за тоже очень сложный реально 4 единицы урона как бы тяжело терпеть ну то есть там надо просто тупо не попадать под дамаг это очень хорошо для тех кто вот я знаю есть такие ребята кто например научился с боссами справляться вообще не получаю урон у меня так не получается я обязательно отхватываю и вот для тех кто не получается всем урон для них эти боссы мне кажется будет вообще на изи хотя конечно я уверен что они запада задротили этих боссов капитально вот они видео снимают он там я не знаю сколько раз он там умирал на этом боссе или получал хотя бы хоть одну единицу урона чтобы снять например что ты вообще без урона проходишь отмекаться очень даже непросто но в любом случае для них на на будет все попроще потому что реакция у них более они ему более умеют играть платформеры подобные я что-то как-то не очень справляюсь но все равно мы попробуем 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 пройти еще одну стадию этого рыцаря не получится ну ладно получится замечательно окей давайте погнали а нет сразу будешь летать полетел тихо 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 страшно же собака Слышите, как я радуюсь в моем голосе, есть радость. Он смогел победить. Еще один раз. Мой король, Холлоу Нест, будет возрожден. Славный и яркий, как всегда. Славный и яркий, как всегда. Он пошел туда, где зота, вот этот вот, алтарь и стоят. И свечи мы, наоборот, зажигали, а не тушили, как я подумал вначале. Получается, пять раз мы его победили. Но в любом случае, пять раз так, пять раз так, не важно, короче. Нам еще надо пять раз его победить. И тогда мы сможем, наверное, закончить с ним полностью весь этот цикл. Сделать это крайне сложно, я вам скажу. Очень сложно. Потому что уже сейчас даже, чтобы убить его, надо максимум только три раза попасть под его урон. А попасть под его урон гораздо проще. Даже чем, проще даже попасть под его урон, чем здесь. С зотом, вот сейчас нынешний момент, с ним намного сложнее сражаться. Хотя я уверен, что дальше, например, с тем же самым белым защитником будет сражаться намного сложнее. Потому что он сейчас уже наносит по три единицы урона. Довольно-таки неплохо спамит всякой пакостью и быстро движется. А это уже проблема. Не знаю, говорю. Но я предположу, что его надо победить раз пять. Раз он быстрее намного стал сильнее наносить ур... Ура... У... Удор... Фух, короче, все собрал. Намного он быстрее стал наносить урон. То значит, и убивать его намного меньше надо будет раз. Ну, может быть, в два раза меньше. Пять защитников, может, пять раз его и надо убить. Я все привязываю к каким-то определенным моментам. Но я не уверен. Но точно не скажу, да? В любом случае, мы посмотрели. Вообще немножечко хотя бы окунулись. Убивать полностью и досконально я не собираюсь. Это очень сложно. И надо тратить очень много времени. Зараз ты сразу это все не сделаешь. Не знаю, попробую ли я еще. Ну, посмотрим. По настроению это будет. Получится у меня убить. Ну, убью. Нет, нет. А там посмотрим, короче. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Это видео, это обновление и вообще эта игра. Если это так, то, конечно же, не забывайте ставить лайки. Комментируйте это видео, делитесь с друзьями. А также добавляйте плейлисты и вступайте на шурупы ВКонтакте. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.